Дорогие туркминистранцы, здравствуйте дорогие соотечники. Сегодня у меня будет очень короткое выступление и у меня просто возникли вопросы, чтобы вы тоже призадумались об этом, да? И такие же самые вопросы задали и организаторам альтернативных выборов. Итак, в 7 часов ко мне через телеграм-канал Сайлалар 2022 начали приходить уведомления. Началось все это в 7 часов утра, пришло первое уведомление, где за господина Мурада Курбанова проголосовали 129 человек, это 92,14%. Из-за Сердара 11 пришло, да? Вот, потом короче, но до 9 часов были не очень значительные показатели. Где-то в 10 часов, в 10 часов уже результаты в 3 раза примерно увеличились. За Мурада Курбанова проголосовали 543 человека, а за Сердара Бердумухамедова 74. Итак, процентное соотношение вышло примерно 88% за Мурада Курбанова, а за Сердара 11,99%. Ну, будем считать 12%. И вот, наконец, итоговые данные. В 11 часов пришло уведомление, что за Мурада Курбанова проголосовали 1016 человек, это 91,2%. А за Сердара Бердумухамедов 98, что составило 8,8%. Вы понимаете, удивительно, такие взрывные показатели, да? Вот. Причем, если, например, открыть сайт, уже сайт интернет, в интернете, сайловлад 2022, там показатели немножко разницы. За Мураду Курбанова проголосовали 1137 человек, а не как в чате, 1016. И вот у меня такой вопрос, да, почему такая разница? Далее, еще другой существенный вопрос. Вот вы представьте, я прямо говорю, что я не участвую в этом голосовании, но у меня есть возможность просматривать результаты. И у меня такой вопрос. Почему число проголосовавших за Мураду Курбанова 1016 из телеграм-канала, а за Сердара 98, а всего 8 человек просмотрели результат? Самый максимальный результат, это 7 часов, в которые пришла сводка, 66 человек пришло. Почему такие маленькие количества просмотров? Ну, как это можно представить? Я и в прошлом выступлении говорил, человек проголосовал за своего кандидата и проголосовал, и бросил, забыл. То есть, образно говоря, это не мои, как говорится, фантазии, человек заморочился, указал паспортные данные, номер паспорта, когда выдан, где выдан, сфотографировал себя с фотографией, сфотографировал паспорт, загрузил все это, либо через телеграм-бот, либо через сайт. Такую заморочку сделал, а потом просто не интересуется своими результатами. То есть, потратил время на это, а потом даже не тратит время на то, чтобы, как говорится, просмотреть, а какой процент заняли мои сторонники, те, за кого и я заболосовал. Что удивительно, я бы сто процентов уверен, что те, кто проголосовали за Сердару Бирду Мухаммедов по итогам последнего голосования, 98 человек. Вот эти 98 человек сто процентов бы посмотрели бы. Даже если учитывая, что это, как говорится, агенты Комитета национальной безопасности, они бы точно просмотрели бы. Ну, всего 66 просмотров. Вы понимаете, я бы проголосовала свыше 1200 человек, а просмотров всего 66. Как это можете мы объяснить? Больше вероятности, что, допустим, когда голосует, допустим, тысяча человек, просто желающих посмотреть будет гораздо больше. Это, скорее всего, понятно и объяснимо. То есть, есть люди пассивные, которые просто хотят посмотреть итоговый результат. Ну, чтобы меньше было, чем количество голоса вообще, это просто не укладывается в человеческую логику. Любой человек, который принял бы участие в голосовании, он обязательно бы смотрел бы результаты этого голосования. Но никак не иначе. Вот эти все эти вопросы, они не мои личные, как говорится, пристрастия. Это просто статистика. Это просто цифры. Это просто результаты. Как это может объясняться, не знаю. Ну, дождемся итоговых голосований, когда будет, судя по началу, это будет триумфальная победа господина Курбанова. И мы посмотрим, сколько человек поинтересовалось. Потому что просмотров должно быть никак не меньше. Потому что в этих результатах есть и мой просмотр. Причем я не голосовал. Я просто просматриваю. И мне непонятно и удивительно, почему люди, которые голосовали, не просматривают эти результаты. Всего вам доброго. Всех вам благ. Думайте, как я раньше говорил, головой. И анализируйте, что вам подкладывают. А потом не говорите, что нас обманули. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok